Безразмерная хрень. Это что значит? Меня обманут? Меня снова обманули в фикс прайсе и обманывают всех нас? Чё за надурилова, блин? Не пойму, я как Матриона накрашена или нет? Или нормально? Я, в общем, долго боялась здесь со светом. Всем привет! Сегодня будет видео фикс прайс. Я продолжаю экспериментировать со своим светом. С звуком, так что, как бы, я понимаете, я когда видео снимаю, я в него вкладываю душу, и если что-то я вижу, какие-то косяки, что-то мне не нравится, и у меня рука не поднимается, просто его переснимать, понимаете? Это уж если там совсем реально косяки, там звука нет, к примеру, или невозможно слушать, ну, на мой взгляд, естественно, может кому-то невозможно слушать, в принципе, меня. Тем не менее, слушают. Вот, но сейчас, вот, я надеюсь, не очень темно, я выставила холодный свет, я надеюсь, мое лицо не красное, потому что долго я тут боялась с настройками, я еще хочу попробовать один режим классный сделать, но пока я не знаю, где он, а видео надо уже снимать. Итак, фикс прайс новиночки март. Поехали! Кстати, сегодня такой будет более конкретный обзорчик, потому что есть вещи, которые я уже прям испытала, сделала, прям покажу вам. Давайте начнем, начнем, ну, реально с таких прикольных новиночек. Вот такой вот, как его назвать? Я не знаю, как его назвать. Вот первое, что мне приходит в голову, графинчик, леечка, ковшик, ну, я наверняка знаю, ну, просто вот оно вылетело из головы, понимаете, и я вот реально не помню. 55 рублей стоит написано здесь, слава богу. Мне понравилось, что он такой, знаете, легкий, и он пластиком не воняет, и он пластиком не воняет, представляете? И он такой симпатичный, такая ручка классная, такой вот здесь носик хороший, да, цвета такие, с одной стороны, например, розовенький, литраж написан, да, там 0,1, 0,25, 0,33, 0,5 литров, да, то есть на литр он идет. А с другой стороны миллилитры, то есть 100, 200, 300, 400, 500 миллилитров, вообще классный. А с этой стороны у нас граммы, представляете, сахар, если делать сахар, а с этой стороны, если мука, самое интересное, что это только сейчас я вижу, а до этого не видела, так это же классно. Мука и, например, сахар, да, сахара будет, допустим, 200 грамм, нет, давайте вот 900 грамм, если полную делать, то здесь сахара будет 900 грамм, почти килограмм, а муки 600 всего. Мука получает, ну, она более воздушная, да, прикольно вообще, мне нравится, классный, классный. Он пригодится нам однозначно. Это хорошая покупка для девушки на март, все супер. Мочалка. Мочалку я, к сожалению, еще не испытала, 55 рублей. Это мочалка японская, я увидела ее красивый цвет, давайте мы ее с вами расчехлим. Кстати, кто-то мне говорил, там непривычно, там видео, там привыкли с моей той камерой, да, конечно, на ту камеру и проще снимать, я вам скажу, потому что я там просто раз, такая быстро все поставила, включила ретушь, включила лица, я там красивая, светлая, да, там все залито светом. Ну, для тех, кто разбирается, конечно, в видео, здесь лучшее качество. Если вдруг у вас здесь плохое качество, вы видите, попробуйте поставить разрешение на максимальное. И еще, конечно, ваше качество может зависеть от вашего интернета. Вот. Что касается звука, то тут тоже. Только люди, у которых хороший слух, там, да, они могут прислушаться и реально понять, что для кого-то может быть непривычно, да, но кто разбирается в звуке, тот скажет, о, реально классный звук, чистый, совсем другое. И в комментариях мне также пишут, и мне спасибо, очень приятно, что вы цените какие-то финансовые траты и реальные заморочки, потому что на профессиональные какие-то камеры, профессиональные микрофоны снимать сложнее тем, что, блин, больше заморочек. Там я камеру просто включила, да, себе и снимаю на общую, ничего не подключаю. А здесь мне все надо выставить, эти звуки, светы. Здесь нужно, чтобы батарейки работали, да, проверять постоянно, чтобы звук там был, да. Все вот это следить, отдельно где-то там что-то подключать. И то есть, ну, заморочек больше. Короче, к чему я это все говорила, я не знаю. В общем, к чему-то говорила. Я же не просто так. В общем, вот такая вот мочалка, кто-то в комментариях написал, безразмерная хрень там и так далее. Ну, вот она. А, по поводу того, что далеко. Мне всегда хотелось снимать видео, чтобы я немного дальше от вас была. Вот сейчас хочу вот так приближаюсь, мне кажется, красноватое лицо. Ну, возможно, я могу снимать потом и видеть, что лицо нормальное. Потому что, когда я делаю много света, то есть, когда я вижу себя и нормально света, я начинаю монтировать, темно. А когда я здесь вижу и думаю, блин, да это пересвет, начинаю монтировать, нормально, совсем по-другому смотрится. Поэтому, блин, сложнее, я же говорю. Там включила все. Короче, вот такая тряпочка, да, вот. Ну, честно говоря, мне кажется, она прям жестковатая. Вот кто любит, жесть, потереть себя вот так-так, потереть. Ей удобно, что можно вот так вот делать, видите, тереть. И она симпатичная. Но мне кажется, она просто, это скраб. Причем скраб такой, знаете, кожу отодрать. Вот. Полупрозрачная такая расцветочка, симпатичная, видите, какая-то. Вот я сдалека могу вам показать вот прям всю расцветочку эту. А когда я себя снимаю вот так вот, я многое не показываю. Не показываю вам вот то, что ниже груди, да, прям полные губы. Так, смотрите, какую штуку купила. И когда я показывала, где-то я показывала, а, в обзоре на своем втором канале, ссылка на него будет под видео. Да, я же там хожу и покупаю за это время вот сейчас с двух магазинов. Я была в двух разных магазинах. Один из них был магазин, в который я, по-моему, еще ни разу не заходила. Короче, не помню. Я все время иногда один раз захожу в свой магазин, который я знаю, да, потому что я там уже знаю, где что, где новинки смотреть. А бывает, иногда я захожу в магазины, в которых я еще ни разу не была, в другом районе каком-то. И там по-другому раскладка. И все-таки бывает какой-то товар, который даже там в другой, в тот магазин, в который я все время хожу, его даже и не привозили. И я делаю прям обзор с полочек. Это на моем втором канале, это рубрика вот там. Вот обзор с полочек, это все там. И, конечно, там товаров я показываю больше. Себе я прям покупаю уже какие-то необходимые товары или которые, ну, прям, пипец, как очень хочется. Вот это товар из рубрики «Необходимые». У нас дверь сейчас стоит, та, которую нам застройщик поставил. Из нее пипец, как дуло, девочки, это жесть. У нас все время было холодно вот здесь. Буквально позавчера, хотя, когда я показывала, да, мне сказали, что пробовали вот эту хрень. Здесь вот такие вот три штуки. Вот они. И здесь вот такая липкая лента с одной стороны, да, а с другой стороны такой поролончик. И они вот три такие тоненькие. Вообще это для окон. То есть уплотнить окна, если что-то где-то дует или еще что-то. Но я это взяла для двери. Потому что мне по периметру бы дверь тоже обклеить. Из нее реально дует. И вот прям не хватало. Думаю, блин, стоит там 20 с чем-то рублей, по-моему, стоит. Я сейчас смотрю в чеки. Уплотнитель. А, 39 рублей. Ну, ладно, ничего страшного. Уплотнитель. 39 рублей тоже как бы небольшие деньги. Думаю, ну, блин, хорошо бы. Тем более с самоклейкой. Это значит, что не надо заморачиваться. Просто отклеил. Она еще и хорошо рвется. То есть я даже ее не резала. Вот так вот раз и отклеила. И я, вы знаете, сначала начала клеить. И такая, думаю, вот, девочки говорили, что плохо клеится, фигня. В итоге выкинули. Я начала клеить. Ничего там не сделала. Просто начала клеить. Смотрю, она ни хрена не клеится. Думаю, блин, что за фигня. А потом думаю, ну, блин, куда я на пыль клею? Надо протереть по периметру. Да, взяла влажную тряпочку. Протерла все по периметру. Чтобы не было ни пылючки, ничего. И сверху, прям на уплотнитель, который у меня там, сверху того уплотнителя, прям по углу, прям по периметру, вот так вот, да, все проклеила. И я вам скажу, что она так крепко клеится, что если я сейчас захочу ее отодрать, этот липкий слой останутся следы. Она очень крепко клеится. И никуда она не девается. Главное, видимо, вот это вот обезжирить, да, если у кого-то может жирная поверхность. Или обеспылить, если она пыльная, как у меня. Но мне очень понравилось. Я не знаю, как на окнах, но на двери прекрасно смотрится. Смотрите. Так, вот проклеила внизу. Вот здесь сбоку. И наверху. Выглядит не очень красиво, конечно, если бы она была темная. Если бы она, конечно, была темная, было бы лучше. Но светлая и держится очень хорошо. Я вот тут, видите, плохо наклеила немножко. Я хочу сейчас отодрать. А она конкретно, блин. Конкретно приклеилась. Что ж, даже вот эта липкая вещь, она остается. В общем, кайф. И у нас самое интересное, что стало тепло. Намного теплее. Я теперь выходя... Ну, конечно, еще потеплело, да. Тут как бы 50% от того, что потеплело на улице. Не так дует уже. Хотя ветра у нас в последнее время какие-то сильные. Но, тем не менее, я теперь спокойно выхожу в дамскую комнату, да, среди ночи. И не мерзну. Вот так вот, да. Намного теплее стало. Так, смотрите. Я взяла спа-перчаточки, спа-носочки. Опять же, это все на моем втором канале. Будет отдельное видео. Отдельно мы с вами сделаем спа-перчаточки. Потрещим, да. Отдельно спа-носочки. Потрещим. Посмотрим, как что. По 99 рублей. Это новиночки. Итак, второй пакетик. А что это я сижу вот как-то так? У меня вообще рабочая сторона правая. Я сижу другой стороной. Вообще непонятно. Смотрите, какую прикольную штуку я купила. Вообще, я подумала, это для меня. Это USB-нагреватель для кружки. Когда я увидела его, я просто офигела. Думаю, блин, ничего себе придумали для меня. Девочки, я кофе пью. Ну, вот за сегодня сейчас 3 часа, да. Вот после трех мне уже лучше, конечно, не пить. Хотя можно немножко. У меня слабенький кофе. Если я где-то покупаю, то после трех вообще мне нельзя пить кофе. Но я утром встаю в полдевятого где-то, да. В полдевятого, в девять. Не всегда так получается. Но когда я малого веду в сад, где-то так и получается. Я встаю, и за это время я пью две чашки. И нет такого, что в моей чашке нет кофе. В моей чашке есть все время кофе. Я его просто очень медленно пью. Я не умею пить кофе. Быстро я не получаю от этого удовольствия. И я за время, пока пью кружку кофе, я ее грею раза 3-4. Потому что я люблю горячий кофе. И когда я увидела нагреватель для кружки, думаю, ничего себе. Я такой симпатичный. То есть, а здесь что сделано? Я прочитала, посмотрела. Вот такая пластиночка, да. Вот такой провод. Вы включаете в USB. Как раз я часто у компьютера сижу. Включаете USB. Вот эта штука нагревается до 60 градусов где-то. Вы ставите просто на нее свою кружечку. И как бы кофе не так быстро остывает. Или вообще в принципе не остывает. Я подумала, надо затестить. Так что сейчас я вам уже расскажу свои впечатления. Я не заметила. Честно говоря, что мой кофе не остывал. Он как-то остывал. Плюс я переживала за то, что она полностью нагревается. Реально нагревается горячей. Ну, то есть, такой горячей, что прям вот так вот не погреешь ты руки. Она как бы горячеватая. Для нее нужно выбирать поверхность. То есть, она не должна лежать на поверхности, которая может, ну, что-то случиться с этой поверхностью. В общем, поверхность должна быть подготовленная для горячего чего-то, да. И мне кажется, что это, наверное, для какого-то маленькой кружечки, да. Или может, блин, быть не стеклянной. Может, для железной кружки, которая хорошо тепло прям проводит, да. да, чтобы прям кружка нагревалась, вот мне кажется, если железная кружка, то она нагреется прям от этого, да, а если вот такая, как у меня, ну, короче, я больше переживала за свой стол, за то, что малой там может как-то обжечься, да, и вот это вот прям у меня место, где лежала, она прям такое было горячее, что-то мне это не очень, честно говоря, понравилось, и вот эффекта конкретного я не нашла, конечно, я могла бы под нее поставить специальное что-то, да, допустим, там, для горячих сковородок, потому что, ну, это дополнительное что-то на столе, мне нахрен не нужно ничего дополнительного на столе, мне хочется, чтобы было просто красиво и просто, короче, хорошо бы, если бы другая сторона, с обратной стороны, не нагревалась. Что здесь у нас происходит, что пишут? Максимальная температура нагрева 65 градусов, длина провода 95, в принципе, достаточно удобно затягивается куда надо, вот, ну, и, конечно же, тут написано о безопасности, то, что, так как это у нас, как бы, горячая такая вещь, да, нужно все-таки аккуратненько, в общем, мне кажется, для меня она немного бесполезная, ну, я еще попробую что-то придумать, немножко расстроилась, идея прикольная на самом деле, вот, я бы с удовольствием себе какую-нибудь кружку самонагревающуюся нашла, о, если найдете что-нибудь такое на Алиэкспресс, самонагревающаяся кружка, может, она на батарейках как-то работает или от USB тоже, но она, блин, должна быть красивая, прозрачная, я бы хотела, чтобы, короче, она должна быть качественная, реально, крутая качественная, не на Алиэкспресс, хотя на Алиэкспресс тоже качественная что-то продают. Ладно, поехали дальше, смотрите, какой классный набор подарочный на 8 марта, вот, если бы мне кто-то подарил такой набор, я была бы, честно говоря, очень счастлива. Здесь блокнотик и ручка с лапкой, вот, давайте распечатаем, люблю я все делать пальцами или чем-нибудь. Все, коробки хана. Так, ой, блин, так она еще, я думала, это просто пластик, вот это вот, полиэтилен сверху, а нет, пластик я его пыталась сейчас сломить, понимаете, оно мне только погнулся. Здесь коробочка, прям, видите, вот такая коробочка, то есть, вот так мы ее переворачиваем и смотрим, что нам там подготовили. Действительно, ручечка вообще, ну, такая милота ручечка, это лапочка, я прямо из-за лапки и выбрала. И вот такой блокнотик, а он очень приятный, он как будто какой-то текстильный с чем-то, короче, текстильно-кожаный какой-то, прикольно. А странички, конечно, мне не очень нравятся, они скорее для рисования пахнут не очень вкусно, но они какие-то желтые, видите, я очень люблю белые страницы. Ну, неужели они могли сделать белые страницы? Короче, не знаю, но в целом очень симпатичный вообще наборчик. Огонь! Мне нравится, мне нравится. Даже эти странички меня не особо смущают, потому что он классный. Так, смотрите, что еще? Носочки. Я, оказывается, я все время носки теплые вот такие покупаю в фикс-прайсе. Я, оказывается, повыкидывала все носки, и даже сейчас на мне носки с фикс-прайса, но они разные. То есть один розовый, а другой белый с розовым, полосатый. Я ношу разные носки, честно говоря, мне кажется, это даже прикольно. Кто-то мне говорил, ой, разные носки. В инстаграме я выпустила видео, как я смотрю кино, и носки мои такие, и пишут, ой, разные носки, ржут. Как бы, а я специально, ну, типа, я, типа, я, может, не заметила, я заметила, да, у меня разные носки в прикол одела. Ну, как бы, по факту у меня нет второй пары, да, но в прикол, они из-за одинаковой ткани. Короче, суть в том, что я решила в фикс-прайсе взять носки. Таких уже нет, которых я брала, которые реально классные. Ну, там, знаете, какие-то закошлатились, какие-то там уже уставшие прям, вот эти тоже у меня уставшие, их надо уже выкинуть. В общем, я взяла одни маме, одни мне, мне розовенькие, маме голубенькие, они по 99 рублей, и они вот прям мягкие, но более-менее из всех, которые там были, мне вот эти понравились. Я люблю больше находить дома в носках, если честно, чем в обуви. Хотя Денечка, он постоянненько нам с бабушкой одевает тапочки. Он вот не нравится ему, что мы дома без тапочек ходим, он мне оденет, себе оденет, бабуле оденет. Все должны быть в тапочках. Смотрите, вот такой вот еще светодиодный с сенсорным включателем фонарик. У нас сейчас звездочка, где я покупала эту звездочку, я не помню. В общем, у нас фонарик звездочкой сейчас, и он так плохо светит, прям вообще нихрена не видно. Особенно, когда малыш у меня болел, мне нужно было закапать ему нос, и я эту звездочку вот так держала в руках, понимаете, над носом его. И плюс его надо держать, и еще капли эти капать. Короче, было сложно. Я захотела какой-то маленький такой ночничок вот взять, да. И что здесь меня привлекло, стоит 99 рублей. Привлекло меня то, что здесь 4 светодиода и сенсорная кнопка включения. Самое главное, 3 режима яркости. Работает от 3 батареек, они в комплект не входят. Нам нужно найти эти батарейки. Батарейки маленькие, 3А, я их найду сейчас, и покажу, как он светится. В общем, он симпатичный такой, знаете, такой минималистичный, короче. Вот я взяла зелененький. Мне кажется, очень хорошо, даже сюда вот было бы хорошо, да. Классно. И еще вот такую штуку я купила, кстати. Сейчас в Фикс Прайсе дают вот бумажечка такая, Адамас. Серебряная подвеска бесплатная, 20% на покупку от Фикс Прайс. Обмен старых ювелирных украшений. Короче, вот то у нас в Санлайте, да, давали. Вот в Адамасе теперь какие-то подвески дают. Итак, 199 рублей, подсветка светодиодное с креплением. 6 креплений с шурупами в комплекте. Я захотела все-таки взять, посмотреть, что это такое. Когда-то давно я такую заказывала на Алиэкспресс. И мне она пришла, и я помню, что куда-то на рынок отдавала ее, чтобы мне сделали вилку, потому что она почему-то была без вилки. Где-то или на рынок, нет, не на Алиэкспресс, на рынок я пришла, взяла, и мне что-то там самодельно, самопально как-то сделали, без какого-то то ли выключателя, то ли еще, короче, не знаю. Я увидела, что здесь вот такая вот лента продается. Я взяла холодного света, потому что она там разная есть, холодная и теплая. Я взяла холодный, потому что люблю холодный. И я увидела, что здесь есть в розетку включатель, выключатель. Думаю, да возьму, да посмотрю. Всего 200 рублей. А я тогда потратила на ленту полторы тысячи. И она у меня какая-то самопальная. Тут вроде уже готовая продается даже. Так, смотрите. Здесь у нас залеплено что-то. Сейчас размотаем. Размотаем все. Короче, вот такая лента, небольшая. Да, вот такая. В принципе, можно ее красиво куда-то подклеить. Она без всяких липких слоев здесь, да. Она силиконовая полностью со всех сторон. Она полностью просиликоненная. Здесь у нас вот так, не буду вытаскивать. Наверное, не сборная какая-то тема. Хотя должна быть, наверное, сборная. Но я не буду ее разламывать. Вдруг сейчас сломаю. Здесь у нас выключатель включить-выключить. И розеточка. Ну, давайте воткнем в розеточку, посмотрим. Ну, как вы увидели, светит очень красиво. Единственное, что она такая немного коротковатая. Ну, например, можно было бы сделать две. Розетку, кстати, можно даже провод вот этот как-то, да. Здесь вот такие разные разъемы. Ну, напрямую подключить, вывести там уже, да. И, например, с двух сторон там в туалете, да, сделать такую подсветку. С двух сторон от ящиков, например, да. Очень красивые дизайны есть. А можно, кстати, такую ленту и сделать на кухне, например, как-то, да. Ну, конечно, не такая кухня, которую вы, может быть, если там супер заказывали. Она супер дорогая. У нее, конечно, там, может, своя подсветка. Ну, вот что-то такое прикольненькое сделать, да. В принципе, может, как ночничок работает. Достаточно ярко светит, но и симпатично красиво. В общем, я не пожалела, что я купила. Я обязательно... Вот только на фон я вот так вот уже не положу, да. Мне надо розетку тянуть. Вот удобно в фикс-прессе, что есть много всяких вот таких лент. Есть на батарейках. Реально, куда ты ее можешь засунуть, куда угодно. Ну, единственное, постоянно менять батарейки. Да, а есть вот тебе, пожалуйста, еще и розетка. То есть батарейки менять не надо, достаточно экономно все. Вот, короче, вот такая вот светодиодная лента. Ага, и последняя покупочка еще. Отложила такая. Что получилось, девочки? Сто лет заказываю. Все время беру вот эти вакуумные пакеты. Думаю, вау, так можно так сэкономить место. Так все организовать. Я все время беру эти пакеты, но я не понимаю, чем потом воздух высасывать. У меня ничего этого нет. И тут я захожу, и насос в подарок. Пакеты вакуумные. Две штуки пакетов и насос в подарок. Класс вообще. И мне прям хочется так попробовать, как все-таки оно все засасывает. Я так мне... Сколько у меня пакетов вакуумных есть. Я ни разу в вакуумный пакет не складывала одежду. Потому что у меня не было насоса. Все почему? Потому что у меня насос не было. Ну и как вы знаете, в Экспрессе очень много продается разных пакетов, разных цветов. Я взяла вот этот вот. Он стоит 77 рублей, что ли. Я сейчас посмотрю. С насосом. Ну и потом можно брать уже пакеты без насоса. Пакеты вакуумные. 99 рублей. 99 рублей. Вот. И все. Сейчас откроем. Хочу хоть раз в жизни попробовать, как это делается. Напишите, кстати, кто пользуется. Что же тут здесь делается? Напишите, кстати, в комментариях, кто пользуется регулярно такими пакетами. Пакеты вакуумные. Ой, классные. Большие. Там написано два пакета. Две штуки написано. Это что значит? Меня обманут? Пакеты вакуумные. 50 на 70. Две штуки. Где второй пакет? Насос в подарок. Я не поняла. Что за прикол? Я не вижу здесь два пакета. Я при вас открыла. Вот один пакет. Один насос. Где второй пакет? Или я что-то не догоняю? Или я что-то не догоняю? Так. Открыть. Открываем. Один пакет. Что за наобманыва? За наобманыва. Короче, один пакет. Например, мы кладем сюда носки. Закрываем. Мы его протестим сейчас, но надо разобраться. А, он специально вот такой, видите? Здесь дырка какая-то. Здесь вот такое колечко открыть-закрыть. Пакет большой, классный, кстати. Вот прям специально продумали для одеял, видимо, да, там, и каких-то больших. И все, и мы что? Ты работаешь вообще, пакет? А, ну вот, пошло, работает вроде. А, вот, работает. Работает! Смотрите, как мои носочки здесь завакуумировались. Все, и никакого воздуха лишнего нет. Класс. Вот он. Видите? Блин, класс. Вот так колбаску в вакуумной упаковке покупаешь прям. Сама сделала. Так, ну только я реально, девочки, не пойму. Это что за прикол с двумя штуками? Пакеты вакуумные. Две штуки написано. У меня одна. Я, конечно, очень рада, что у меня появился насос и вакуумный пакет, но реально я не поняла вообще. Это обман? Меня снова обманули в фикс-прайсе и обманывают всех нас? Пожалуйста, кто знает, расскажите. Нормально, вот. Пакеты, вот написано, пакеты вакуумные. 50 на 70 сантиметров. Две штуки. Плюс насос. Где второй, блин, пакет? Че за надурилово, блин? Где я покупала? В каком фикс-прайсе? Я помню, где это было. Надо туда сходить. И вообще надо посмотреть, где находится этот... Вот такие вот, если я увижу, то сразу же на кассе, блин, и как-то это и сказать. Чтобы они предупреждали на кассе, как только покупают вот такой, чтобы они говорили, там не два пакета, там один. Вообще, вот, честно говоря, такие мелочи, они меня раздражают просто. Меня раздражает вот такой вот обман, даже если это 10 рублей или 15 рублей. Ну, честно, меня раздражает, когда идет вот такой обман. Ты ожидаешь одно, приходишь другое. Да, может быть, если бы там был один пакет, я бы не купила. Если бы там было написано, что он один пакет. Ну, я бы купила, но сам факт. Короче, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И имейте в виду, что вот здесь один пакет идет. Обидно. Немножечко обидно. Вот у меня есть еще теплое пальто. И я его уже... Ну, такое пальто-пуховик. Оно достаточно такое вот прям объемное. Я его уже, наверное, в этом году носить не буду. Ну, вот как раз-таки его хотелось бы сложить и посмотреть, как оно будет. Короче, вот закрыла крышечкой. Вот такой вот он получился. Ладно, мои хорошие. Надеюсь, мое видео понравилось. Надеюсь, вам новиночки мои понравились. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Заходите в инфобокс. Там ссылочка будет на второй канал. Мы будем там тестить. Много чего интересного, что я покупала в X-Price. Ну, а также какие-то новиночки. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok